МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Они вернулись!" Окружное собрание депутатов ратифицировало договор о полномочиях между Архангельской областью и Нинецким округом. На острове Вайгач появится национальный парк. Такие планы строит наш округ совместно с Всемирным фондом дикой природы. 20 лет законотворчества. Бывший законодательный орган Нинецкого округа Собрание депутатов отметил свой юбилей. Полномочия по выполнению государственных функций вернулись в Нинецкий округ. Окружное собрание депутатов единогласно ратифицировало договор между Архангельской областью и НАО, о взаимодействии при осуществлении полномочий органов госвласти двух субъектов. Тему продолжит Дмитрий Щепанов. Семилетняя история с распределением государственных функций между Нинецким округом и Архангельской областью завершена. Окружное собрание депутатов ратифицировало договор о взаимодействии при осуществлении полномочий органов госвласти. Проще говоря, полномочия, наконец, переданы в Наринмар. Практически во всех выступлениях сегодня звучало одно и то же слово – ответственность. Теперь все вопросы – дороги, сельское хозяйство – будут решаться в этом здании. Кивать больше не на кого. Но внеочередной сессии собрания депутатов с единственным вопросом на повестке – тот самый договор. Депутат Госдумы Елена Вторыгина считает решение вопроса с полномочиями заслугой региональных властей. И это, я считаю, что благодаря все-таки огромной работе, сегодня временно исполняющей обязанности, хотя я его уже считаю губернатором Нинецкого округа Игоря Викторовича Кошина. Это правда. И, безусловно, губернатор Архангельской области Игоря Викторовича Орлова. Сам Игорь Кошин поздравил собравшихся с подписанием договора и предупредил, что работать теперь придется с удвоенной силой. Оправданий за недоделанную работу больше нет. С одной стороны, нам было гораздо проще отмахиваться от определенных проблем, ссылаясь на своего соседа, ссылаясь на кого угодно. Сегодня мы эту возможность потеряли, причем сделали это единогласно. Вместе с полномочиями к Нинецкому округу отходит имущество, ранее принадлежавшее властям Поморья, а также половина забираемых в регионе налогов. Такие условия устроили администрации обоих регионов. Я считаю, что договор является взаимовыгодным. Мы не ущемляем ни одну сторону, и область и округ получат свои достаточные налоговые поступления. Более того, округ сегодня будет заинтересован в эффективной работе предприятий и организаций, расположенной на территории округа. Депутаты отметили, что в регионе почти не осталось равнодушных к этому вопросу среди простых жителей. На встречах с жителями, в том числе в отдаленных населенных пунктах НАО, эта тема поднималась не раз. Данный договор ждали и наши жители. Они также с непредельным, большим интересом спрашивали, интересовались, когда он будет подписан. Теперь окружной администрации предстоит масштабная работа. Имущество нужно принять, а собственную структуру основательно переработать под новые требования. Договор подписан на 7 лет, а по истечении этого срока может быть пролонгирован. Дмитрий Щепанов, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Вслед за ратифицированием договора между поморьем и НАО сегодня также был подписан еще один важный документ. Он предусматривает тесное взаимодействие и сотрудничество Архангельского областного собрания депутатов с собранием депутатов Неницкого округа. Договор подписан во время визита архангельской делегации в наш регион. Документ позволяет обмениваться проектами законов, проводить совместные конференции, а также обсуждать важные вопросы, чтобы в итоге выработать общее правильное решение. Ведь принятие тех или иных законов теперь напрямую зависит от решения двух собраний – нашего и Архангельского. Соглашение также предусматривает обмен мнениями, выбор каких-то позиций по законодательным инициативам, которые идут в Государственную Думу, по определению позиций, по принятию тех или иных законопроектов, которые касаются наших двух субъектов Российской Федерации – Архангельской области и ОКРУ. Наши регионы по морю связывают давние взаимоотношения. Новый договор между фракциями «Единой России Архангельской области» и Неницкого округа позволит их укрепить и сделать более конструктивными. Добавим, что во время встречи депутаты двух регионов подтвердили, что приоритетом в работе для них всегда остается социальная сфера. Мы очень тесно связаны. И этот договор поможет нам в политическом плане многие вопросы решать, решать грамотно, решать во имя наших жителей, наших избирателей. А партия «Единая Россия» именно отличается тем, что она спокойно, взвешенно принимает решения. В Рио губернатор Неницкого округа Игорь Кошин встретился с делегацией Всемирного фонда дикой природы. На встрече говорили о сотрудничестве органов государственной власти региона с Всемирным фондом дикой природы в области природоохранной деятельности. Обсуждались вопросы безопасности при промышленном освоении арктического шельфа и возможные совместные проекты. Как отметила директор природоохранных программ Всемирного фонда дикой природы Виктория Элиас, на территории Неницкого автономного округа фонд действует уже более 15 лет. В 2006 году организация заключила меморандум о сотрудничестве с администрацией округа. С тех пор сделано много важного. В том числе создан заповедник Неницкий и другие природоохранные территории. Сегодня на финальной стадии находится создание заказника на острове Колгуев. В ходе переговоров стороны договорились о совместных действиях по созданию на территории арктического острова Вайгач национального парка. Кроме того, Всемирный фонд дикой природы готов оказать региону поддержку в развитии экологического туризма. В настоящее время у фонда есть ряд специальных проектов, позволяющих вовлечь охраняемые территории в экономику региона. 20 лет законотворчества. Высший законодательный орган Неницкого округа, собрание депутатов, отметил 20-летний юбилей. Впервые округ стал самостоятельно писать законы в 1994 году, когда строилось новое государство и не было законодательной базы. Чтобы вспомнить, как все начиналось, представители законодательной власти региона, области и государства собрались на концерте в культурно-деловом центре. Поздравить депутатов окружного собрания приехали представители Архангельского областного собрания, депутаты Государственной думы и сенаторы от Неницкого округа. На вечере поздравили первопроходцев законодательной власти округа и отметили их почетными грамотами. В нелегкий для всей страны и регионы период перестройки им приходилось формировать нормативную базу. Так, первые законы, устав Неницкого округа и закон о бюджетном процессе на сегодняшний день основополагающие в системе законодательства. Опыта, конечно, у нас в разработке подобных законов не было, поэтому приходилось ориентироваться на федеральный опыт. Нам надо учиться, еще раз учиться. 20 лет прошли мгновенно, мы даже не успели заметить, а для страны это набор опыта, создание законодательного поля. Подробный сюжет о юбилейной дате собрания депутатов смотрите в выпуске новостей в понедельник. В округе может появиться еще один многофункциональный центр. Деньги на его строительство будут выделены из федерального бюджета. 3 миллиона рублей на туризм. В регионе завершился очередной конкурс грантов. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. Лидеры общественного движения «Народный фронт. Россия. Вперед!» представители власти и спортивных учреждений округа провели заседание, на котором обсудили необходимость развития дополнительного образования физкультурно-спортивного профиля. Так речь шла о расширении и увеличении количества кружков и секций в уже существующих спортивных учреждениях и создании новых. Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в настоящее время в первую очередь связаны с осознанием необходимости сохранения и укрепления здоровья детей средствами физической культуры и спорта. А для этого, как отмечают специалисты, в округе должно увеличить количество спортивных клубов, кружков и секций. И понятно, что одна школа, просто наше общеобразовательное учреждение, они с этой заботой, с этой работой справиться не могут. И поэтому не случайно во всех нормативных актах было прописано, что дополнительное образование участвует в этом процессе, участвует в формировании вот этого вот ребенка. Все рассмотренные предложения и вопросы по итогам прошедшего заседания будут вынесены на ежегодную педагогическую конференцию. Она пройдет в августе. 6 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на строительство многофункциональных центров в 2014-2015 годах. Об этом говорится в распоряжении, подписанном Дмитрием Медведевым. Выделенные средства будут распределены между 82-мя субъектами. Не получат средства Москва, Севастополь и Крым, так как они не прислали заявки на участие в программе. Выделенные средства пойдут на строительство, реконструкцию, капитальный текущий ремонт, приобретение зданий и помещений для размещения многофункциональных центров. Оснащение рабочих мест для сотрудников, разработку и внедрение автоматизированной информационной системы. Создание и обеспечение работы каналов связи, обучение сотрудников. На данный момент в России функционирует больше 850 многофункциональных центров. Получить более 60 услуг в режиме одного окна сегодня могут и жители Наринмара. Также готовится к открытию многофункциональных центров в поселке Искателей. Завершился очередной конкурс грантов в рамках долгосрочной целевой программы создания благоприятных условий для развития туризма в Ниньском автономном округе на 2013-2015 годы, организатором которого в этом году стал Туристический культурный центр. Победила в конкурсе четыре участника. Между ними было разыграно 3 миллиона рублей. Ростур – одна из компаний, выигравших грант. В конкурсе участвует второй раз. Год назад она выиграла 290 тысяч. В этом году бюджет организации пополнится на сумму более полумиллиона рублей. Все средства компании уйдут на благоустройство собственной турбазы «Любимый остров». 630 тысяч – неплохая сумма. Хватит на, ну, согласно проекту, на ветрогенератор и на пенбольное оборудование. Ну, примерно через месяц уже все будет работать здесь уже, на Ринмэре. За участниками конкурса и их работой постоянно будут наблюдать сотрудники Туристического культурного центра. Мы их будем мониторинг, проводить у них мониторинг. То есть посещать их, смотреть, как они работают. Правильно мы закупили это оборудование, которое у них было прописано в проектах. Поэтому все под контролем у нас. Они не отказываются от этого, приглашают нас, конечно, приезжайте. Организаторы конкурсной программы надеются, что и в следующем году они смогут провести подобный розыгрыш грантов. В это верят и предприниматели. Такая поддержка со стороны государства важна для развития туризма и в целом очень полезна для развития малого бизнеса в Ненецком округе. Константин Канев, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Сейчас снова прервемся на короткую рекламу и вот о чем пойдет речь далее. Правила ПДД в стихах и песнях. Фестиваль юных пешеходов «Дорога безопасности» прошел в Культурно-деловом центре. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Лайтхаус-кафе – это место вне времени и без напыщенного гламура. Приятные моменты, встречи с друзьями, чудесные новости, вкусная кухня – это мгновения, ради которых мы живем. И для которых мы открыли Лайтхаус-кафе. Первомайская, 7А, 8-911-591-44-44. Мы продолжаем выпуск. Больше знаешь, меньше нарушаешь. В столице Неницкого округа прошел первый в истории фестиваль детского творчества «Дорога безопасности». Юных пешеходов собрали в зале культурно-делового центра, чтобы еще раз рассказать правила ПДД. Причем не совсем обычным образом. Жизненные советы ребятам представили в стихах, песнях и небольших сценках. Было интересно и познавательно, уверяет мой коллега Олег Хатанзейский, который вместе с детьми прослушал творческий курс лекций. Фестивальный поезд отправляется в путешествие. Объявляются сцены ведущие программы. Ребята покрепче усаживаются на свои места. Теперь они готовы к незабываемой поездке в мир правил дорожного движения. Первая остановка всего через несколько минут. Впрочем, высаживаться не обязательно. Все и так прекрасно видно и, конечно же, слышно. Со сцены звучат стихи в исполнении детей из летнего лагеря школы номер 3. Дорожные знаки, регулировщики и красочные слайды. Для этих ребят обычный курс лекций ПДД превратился в волшебную сказку. Познавать правила дорожного движения школьникам еще никогда не было так интересно. Они с азартом смотрят, что происходит на сцене, а главное запоминают важные советы, которые обязательно пригодятся в жизни каждому пешеходу. Первый фестиваль дорожного движения посвятили творчеству. Участники школьных площадок рассказывают стихи, поют песни и показывают различные сцены. На сцене сейчас школа номер 5. К выходу готовится школа ДТТ. В принципе, можно пожелать им удачи. Фестиваль детского творчества в Ненецком округе раньше никогда не проводился. Это первые опыты кажутся удачные. Теперь юные пешеходы знают точно, где переходить дорогу можно, а где нельзя. И к чему могут привести нарушения ПДД. Потому что, чтобы не попасть в аварии. Ну или чтобы у нас не было трамп всяких. Объясняют, что нельзя, когда машина едет, нельзя выбегать на дорогу. А только когда машина остановится, можно уже идти. И нельзя перебегать на красный цвет. Кстати, в качестве организаторов первого необычного фестиваля выступили Ненецкий региональный центр развития образования, а также управление госавтоинспекции. Праздник посетил и главный дорожный инспектор по Ненецкому округу Александр Стрипетилов. Мы пожелаем детям перед летними каникулами безопасных дорог. А уже в это воскресенье наши юные знатоки дорожного движения отправятся в Москву. Там они представят наш округ на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». В команде четыре человека, все они из разных школ. Чтобы попасть в сборную, им нужно было пройти через жесткий отбор. Ведь задача делегации, между прочим, серьезная. Участники команды намерены попасть в десятку лучших по стране. Мы готовили в первой школе в автоклассе. По вождению мы занимались на пятой школе. Сам фестиваль, уверяют организаторы, теперь будет проходить регулярно. Ребята получили не только новые и ценные знания, но и, конечно же, отличное настроение. Олег Танзейский и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Узнать информацию об экспонате с помощью матричных кодов теперь можно в Ненецком краеведческом музее. Планируется, что QR-коды или таблички с зашифрованными данными станут частью каждой коллекции. Для многих посетителей QR-ки – непонятная новинка. Как он работает и что с ним делать, знают в основном технически продвинутые пользователи. Но это только пока, уверены в музее. Услуга удобная и универсальная. Екатерина Гончарова воспользовалась новинкой. Родина QR-ов Япония. В Азии они появились в начале 90-х. Такой способ получения информации используется там повсеместно. Например, в транспорте можно узнать расписание. Или даже на кладбище узнать информацию об усопшем. Как говорят скептики, в России вряд ли до такого дойдет. Но уже сегодня кликать и лайкать можно даже в небольших по масштабам страны музеях. QR-коды в Ненецком краеведческом музее создают дополнительную реальность. Теперь узнать тайны и историю экспоната можно за считанные секунды. Причем самостоятельно, без гида. Пока в экспозициях разместили лишь 60 меток. В дальнейшем их количество вырастет в разы и QR-ки появятся на всех наиболее значимых экспонатах. Идея проста в принципе, потому что она преследует цель максимально больше рассказать об экспонате. Чтобы посетитель чувствовал себя полностью осведомленным о том или ином предмете или процессе. Пользователю нужно сделать четыре основных действия. Скачать приложение, запустить его, навести устройство на код и получить информацию. Обычная программа для QR-код здесь не подойдет. В музее разработали свою, уникальную. Она была специально разработана для нашего музея. В принципе, таких приложений в России всего используют несколько музеев. То есть это наши друзья из русского музея. У них вот есть свое приложение RM-Guide. И еще несколько музеев, тоже центральных. Из краеведческих музеев, отдаленных от центра, мы первый музей, который разработал свое собственное приложение. Скачать программу на свое устройство можно прямо в музее. Специально для этих целей в залах работает бесплатный Wi-Fi. Контент в приложении разнообразный. Текст, фото, аудио и даже видео. Испробовать новинку можно в отделах истории, этнографии и природы региона. QR-коды в отделе природы помогают полностью погрузиться в атмосферу. Вряд ли городскому жителю доводилось слышать крик белой совы. Здесь это можно сделать всего за пару кликов. Музейщики планируют пойти еще дальше и разместить QR-коды на печатных изданиях музея. Чтобы воспользоваться приложением, можно было в любой точке мира. Екатерина Гончарова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Сток распродажи набирает обороты. Техновидео продолжает радовать покупателей ценами и широким ассортиментом товаров. Кстати, скидки на многие из них достигают 50%. Проект «Сток распродажа» стартовал в мае этого года. Ассортимент, участвующий в акции, и размеры скидок неуклонно растут. Сегодня на многие виды товаров скидки достигают 50%. Подавляющее большинство бытовой и цифровой техники представлено по новым ценам. Здесь есть на что посмотреть и к чему прицениться. Наш один из самых брендовых телевизоров Sony с диагональю 55 дюймов стоил 114 999 рублей. Но сегодня по акции вы сможете купить его за 89 581 рублей. Вся фото-видеотехника, планшеты, мобильные телефоны получили дополнительные скидки. В частности, вы сможете купить мощный ноутбук Samsung за 36 520 рублей. Холодильники выстроились в ряд как-то по-новому. Еще бы, и у них новые цены. Не отстают по количеству скидок и стиральные машины. На стеллажах с бытовой техникой, гордо расправив ценники, выстроились мультиварки. Цифры, которые на них краснеют, притягивают внимание с первого взгляда. Также у нас в продаже имеется популярный электрический чайник по оптимальной цене. Сток распродажа продолжает свое действие, снижает цены и повышает настроение. Еще одна хорошая новость о техновидео. Мопеды и скутеры здесь с ценами прошлого сезона также продаются со скидками. Хит-продаж «Мопед Альфа» всего от 19 999 рублей. Согласитесь, приятно, когда покупатель благодарит продавца за хорошую покупку по хорошей цене.